Уважаемые коллеги, здравствуйте! Мы продолжаем цикл интервью с руководителями секций, которые пройдут в рамках 10-й международной конференции воспитания и обучения детей младшего возраста. И сегодня я беседую с Ольгой Александровной Шиян. Ольга Александровна выступит руководителем симпозиума, посвященного развитию творческих способностей в дошкольном возрасте. Ольга Александровна, здравствуйте! Добрый день! Расскажите, пожалуйста, тема творческих способностей, она такая широкая. Расскажите, пожалуйста, в каком аспекте она интересна для педагогов и как именно она будет раскрываться в рамках конференции? Спасибо. Ну, действительно, творческие способности — это тема очень интригующая и парадоксальная, потому что, с одной стороны, все уверены в том, что творчество — это хорошо, а многие уверены в том, что дети вообще все творческие. И все, что они делают, можно назвать творчеством. С другой стороны, оказывается, что когда мы заглядываем в детский сад, мы обнаруживаем, что очень часто дети вынуждены выполнять задания по образцу, и у них даже иногда нет времени для того, чтобы создавать свой замысел. Поэтому, видимо, что-то в наших знаниях о творческих способностях не так. Так вот, симпозиум — это как раз место, где встретятся представители разных научных школ, в которых разработано очень много всего интересного относительно творческих способностей. Это Николай Евгеньевич Веракса, это Зинаида Николаевна Навлянская и Александр Александрович Мелик-Пашаев, это Вера Владимировна Брофман, это Владимир Товьевич Кудрявцев, это Светлана Михайловна Чурбанова. И мы, на самом деле, послушаем, как с разных сторон выглядит творчество, что такое творческий символ, что такое авторский символ, креативность, диалектическое мышление, воображение. Вот на стыке разных взглядов мы попробуем определить, а что же нам, собственно говоря, делать с детьми в детском саду, чтобы поддержать вот эти ростки творчества и чтобы в будущем дать ребенку этот заряд творческой энергии. — Ольга Александровна, спасибо большое. Подскажите, в каком формате пройдет Ваш симпозиум? Это будут доклады или какие-то короткие выступления, обсуждения? Как Вы планируете эту тему раскрыть с коллегами? — Мы планируем, что это будет именно такой дискуссионный формат, и я буду модератором этой дискуссии, а не доклады. То есть это будут обсуждения важных вопросов, которые волнуют педагогов, и педагоги смогут услышать разные ответы на свои вопросы. — И я так понимаю, что они смогут задать вопросы спикерам и получить на них ответы, верно? — Да, безусловно. Наш формат как раз-таки предполагает, что мы откликнемся и на те вопросы, которые появятся в это время в чате. — Замечательно. Я очень рада. Коллеги, мы вместе с Ольгой Александровной рады пригласить Вас к участию в симпозиуме. Симпозиум пройдет 12 декабря с 12.30 до 14.30 по московскому времени. У Вас осталось еще совсем мало времени и несколько дней для того, чтобы успеть подать тезисы и стать докладчиком конференции. Ну и регистрация на мероприятие продлится до 10 декабря. Мы приглашаем Вас к активному участию и будем рады видеть Вас. Ольга Александровна, до встречи на мероприятии и спасибо Вам большое за сегодняшнюю беседу. — Спасибо. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok